доброго времени суток youtube доброго времени уважаемые комьюнити нашего канала уважаемые коллеги буквально несколько минут назад у меня состоялось интересное общение с девушкой я не знаю я знаю только как ее зовут но к сожалению не знаю ни где она живет но знаю что она коллега она учится на видимо где-то на психолога я так понимаю и проходит курс патопсихологии ну то есть может быть это спецкурс может это трудно мне сказать но неважно в общем то там в общем психолог начинающий учиться замечательно классно мы с ней немножко получались в ватсапе и она мне скинула то есть мы сошлись на том что там есть какие-то разногласия в классификациях по поводу качества мышления описаны уже гарник блюма вольфовны уровень шейн сусанны яковлевны вот в этих классических книгах ну хорошо вроде разобрались пообщались и она горит мне буквально сегодня показали какую-то информацию то есть там ссылка на она мне и прислала эту ссылку и открыл очень интересная статья я попросил ее скинуть не это борде и собственно она любезно согласилась это сделать и скинула мне эту статью статья действительно поистине интересная значит я сейчас сразу же предупреждаю что видео будет наверное долгим я так думал что это может быть как правило в интернете такие статьи они небольшие а тут вот она мне скинула вордовский документ он получился 34 страницы это очень много наверное за одно видео мне не получится озвучить все что я думал по этому подход поэтому в этой статье так скажем поэтому может быть будет несколько видео насколько меня хватит и значит очень интересно все это я сейчас поступлю следующим образом я начну значит статья называется вы видите комплексный подход в диагностике психических заболеваний я буду выделять я решил попробовать так экспромтом экспромтом повторюсь выделять абзац прочитывать его молча про себя в этот момент предлагаю вам также присоединиться к этому процессу то есть прочитать этот абзац и соответственно послушать мне комментарии по поводу информации в нем содержащимся и так статья называется комплексный подход диагностики психических заболеваний я заканчивал институт более 20 лет назад учили меня классически и я не знаю что такое то есть хотя начинается с того что это некий современный подход видимо в патопсихологии комплексный подход я не знаю что подразумевается в этой статье комплексный подход но посмотрим по мере чтения я надеюсь в этом разобраться вместе с вами итак диагностики психических заболеваний уваженному комплексный подход идет ссылка на какую-то литературу видимо в конце статьи я даже не проматывал и на страницу по поводу вот этого самого комплексного подхода я не знаю что такое меня такому не учили но возможно подозреваю что это просто иное название тому чему меня обучали посмотрим итак первый абзац предлагаю вам его прочитать про себя что собственно я тоже сейчас делаю поэтому видео будет несколько затянутым замечательный замечательный абзац мне стало кое-что понятно смысл в том что совершенно верно и правильно написано в том смысле и это наверное уже сейчас первом же абзаце раскрывает смысл слова комплексный подход действительно человек это сумма психических функций и никаких индивидуальных свойств характеристик человека в этом смысле действительно абсолютно значит автор этой статьи этого абзаца прав мы исследуем психические функции у нас их всего несколько всего и быть если быть точным 5 то есть это ощущение более высокая психическая функция это восприятие это низшая психическая функция ощущение восприятие то 2 низших психических функций далее идут высшие психические функции это внимание память и мышление вот если нарисовать и записать их прямо вот столбик ощущение восприятие внимания память мышления это и называется психическими функциями если мы их обведем кружочком и назовем общим названием обобщим это психические функции которые делятся на низшие как я уже сказал на два низших психических функция функции и на три выше психических функций вот это у нас называется значит функциями грубо говоря рядышком если мы столбик также напишем такие термины как темперамент характер личность индивидуальность то есть это индивидуальность человека вернее вот то что последнее назвал вот правильно говорить темперамент самый низший дату физиологическая составляющая психи человека характер психологическая составляющая психики человека и личность социальная составляющая психики человека вот если мне это все обведем кружочком мы это все можем назвать индивидуальностью ой прошу прощения это называется индивидуальность да значит человек а если так найти из такой подход круги эйлера вот если мы теперь одним большим кружочком обведем психические функции написаны нами в столбик и свойства индивидуальности человека темперамент характер и личность вот это все формирует человека homo sapiens вот и это самое самое примитивное несколько прошу меня простить но тем не менее точная схема обобщенная схема понимания вот именно человека homo sapiens в данном случае давайте подменим это понятие пациента то есть пациент у нас состоит из психических функций и индивидуальности психические функции объединяет если мы еще раз их обведем то есть эти психические функции их собирает нечто единое речь то есть имеется ввиду что ощущение восприятие внимание память мышление обводим кружочком это у нас психические функции понятно и речь объединяет и складывает их воедино вот эти психические функции это как кирпичики то есть можно рассматривать каждую психическую функцию как некой некий отдельный кирпичик и в едино то есть можно разбросать эти кирпичики да не получится чего-то цельного если их выстроить какую-то пирамиду там я не знаю стенку куб значит и обвести их как бы общим названием вот чтобы их скрепить необходима речь ощущение восприятие внимание мышление память мышление и обобщение все это всему этому речь то есть она собирает вот психические функции в единое целое и соответственно индивидуальность свойства личности человека индивидуальность человека вот если мы введем все это огромным большим кружочком все это мы назовем индивидуальность таким образом ну и соответственно становится понятно что комплексный подход о котором идет речь видимо обо всей этой статье я еще и не не читал до конца но тем не менее именно подчеркивается важность рассматривать человека как некая единая цельная без отрыва то есть конечно это разделил это все на кирпичики да но на самом деле надо смотреть на человека человека разумного как некое цельное существо которое формируется только благодаря тому что нечто скрепляет все это дело да то есть обещая объединяет одним словом и соответственно только в этом случае человека можно назвать человеком разумным психические функции и индивидуальность идем дальше разрушать что-либо как раз мы будем говорить в этом случае о психическом заболевании то есть если выпадает какая-то психическая функция или мы диагностируем нарушение характера какого-то да то есть психопатию к примеру да социопатию по старинке по современному по современному социопатию по старинке психопатия то если что-то выпадает то в этом случае можно говорить о том или ином заболевании психическом заболевании еще некоторое такое введение я ладно не буду пока усложнять одним словом я надеюсь у меня поняли уважаемые коллеги идем дальше здесь сидимо идет расшифровка того что было в предыдущем абзаце недопустимо ставить человеку шизофренический равно как и любой другой патопсихологический симптома комплекс только на основании того что он нашел общее понятие как кошка и собака замечательный ответ если у одного пациента косточки внутри значит я приверженец я повторюсь более 20 лет назад закончил меня так учили мои отцы орды так скажем и преподавателем в 90-х годах я полностью с этим согласен да то есть разные классификации понятно симптома комплексов существует и так далее но вот то что приведено пример да конечно тут не вызывает никакого сомнения хотя в этом абзаце это опровергается что тут никакого сомнения в том что и там и другом и в том и в другом создании существе в кошке в яблоке есть косточки несомненно для меня как человека ригидного перед которым прошли несколько тысяч человек за мои 20 лет практики несомненно это шизофренический симптома комплекс но вы знаете прекрасно что есть количество и качество если мы в чем-либо сомневаемся и в этом абзаце об этом не упоминается то есть количество переходит в качество конечно увидим увижу я два три четыре рисунка в пиктограммах выполненных по шизофреническому типу и обязательно для меня это будет уже два три рисунка в пиктограммах извините если 4 увижу в пиктограммах 4 шизофренических рисунка для меня это будет диагноз под точкой симптоматический я имею ввиду синдрома комплекс если я это увижу пиктограммах два три четыре рисунка 4 это уже зашкаливает полностью все голову сносит я обязательно перейду к исключению предметов по загарник классификации и я должен опровергнуть или подтвердить возникшую меня на основе вот такого обобщения как кошка и яблоко косточки внутри да я должен найти подтверждение этой своей мысли перепроверить ее не меньше чем на десятки других методик исключение предметов классификация простые аналогии ну и так далее вы без меня их прекрасно наверно вы знаете в заигарник все вычитали прошу прощения одним словом это уже диагноз для меня я привел пример с пиктограммами да но не то что он окончательный под точкой но все равно это вероятность практически ну будем горит 99 процентная и если я не найду конечно подтверждение в других каких-то методиках я могу их опровергнуть и вот тут очень хорошо сказано о том что значит ни в коем случае нельзя как бы на на основе чего-то одного ставить ни в коем случае я согласен с этим абсолютно но я должен подтвердить это другими методиками или же опровергнуть это возникшую меня последовательно эволюционным образом мысль идея моя должна возникнуть шизофренический симптома комплекс но без подтверждения это ничего не значит забегая немножко вперед ммп и шестая восьмая шкала любой специалист согласится что даже в пределах если норма от 30 до 70 баллов но это несколько устаревшая норма мы видим повышение по 6 8 шкале как бы любой врач-психиатр который а психиатры не знают психологию на которые зная психологии и знает что такое ммп и он скажет что тут вроде думать да то есть тут шизофрении все 6 8 шкала все . патопсихолог никогда так не поступит возвращаясь к качественным методикам таким как пиктограммы исключения предметом классификации надо сказать что они более точны чем любое ммп и король тестов то есть на 377 утверждений только он может быть применен никакой другой не собчиков скина 566 ними не мульт никакой либо другой только березинский ммп и он может быть применен настоящим патопсихологом вот надо увидеть этого шизофреника в 6 8 шкале по ммп и если вы его не увидели по 6 6 6 8 шкале ммп и это еще больше усложняет диагностику заставляет меня еще больше пристальней проявлять внимание к другим патопсихологическим методикам добавить ассоциативный эксперимент классификацию конечно может быть не одну классификацию применить вообще существует их 2 2 типа основных классификаций одним словом я готов продать один такой результат кошка и яблоко зависимым 5 вместе взятой но для этого при этом при этом я обязательно должен найти подтверждение своей мысли своей идеи по шизофреническому симптома комплексу в других патопсихологических методиках которые более точны и верны нежели все ммп и вместе взятая . пока на этом все что мог 100 сказал может быть что-то пропустил забыл надеюсь у меня поняли но к сожалению давайте перейдем силам и истекают времени уже 23 часа скоро через несколько минут ночь вечер значит с этим я в корне не согласен значит не предусмотренных методика 50 70-х годов методики актуальны как тогда так и теперь и даже лучше если вдруг ваш пациент не знает какого-то термина или понятия но предположим в одной из карточек там нарисован бур строительный дал которым раньше отверстие сверлили в досках на стопор похож чтобы вам было понятней и если он не узнает надо ему это разъяснить что это такое и нет ничего страшного это свободная беседа индивидуальная собираем понятно анамнез и начинаем беседовать то есть выполнение методик никогда не исключает лучше всего специально вызвать пациента на это всегда предполагает необходимость вызвать его на какой-то откровенный разговор в том числе чтобы выяснить уровень его общей понятливости и осведомленности что он понимает что он не не понимает надо чтобы при этом специалист должен признать тот факт знаете как в психиатрии шутят да кто первый стал того и тапки и кто первый халат надел тот и врач одним словом специалист должен сам обладать высоким значит качеством логикой мышления чтобы не скатиться вот в такое заблуждение то есть оставаться всегда в норме это большая задача большая трудность для любого специалиста диагноста проверяется это только смог не смог проверяется только годами потому что можно действительно не заболеть но скатиться какой-то а логичности в своих подходах в оценке тех или иных больных пациентов надо четко перечитывать за игарник понимать где правда где ложь где методики где значит их разнообразие с учетом времени в том числе как вот здесь указано методичках 50 70 годов ничего подобного друзья все это действенно и работает не важно что это 50 70 года важно что эти методики вот эти именно 19 карточек из методики исключения предметов по заигарник они работают и в данный момент если чего-то там по-другому как-то человек воспринимает и мы сейчас перейдем к этому абзацу то в этом нет ничего страшного это лишь дополнительный диагностический материал для специалиста который соблюдает четкость и ясность своего мышления четко представляя и не соскальзывая как это принято говорить да не соскальзывает на какие-то алл аналогические вещи высказываемые пациентами давайте пойдем дальше продолжение опять же да так мне однажды попал заключение и читаем этот абзац ну вот то есть действительно то о чем я сейчас начал говорить как бы все правильно но господа давайте будем критичны одна из одна из принципов психического здоровья их 33 столпа психического здоровья это целеполагание критика и доверие так писал великий русский психиатр снежневский давайте будем критичны к самим себе конечно конечно воздушный шар устаревшие средства передвижения никто с этим спорить не будет хотя какой она к черту устаревшие ну это вот я вот я сейчас соскальзываю сейчас прекрасно развито воздухопавание цивилизованных странах понятно не у нас там на колыме как говорится но в цивилизованных странах люди путешествуют какие-то чемпионаты даже проводят я знаю и так далее не важно не важно не надо соскальзывать не надо поддаваться на эти провокации как я сейчас соскользнул упомянув о воздушных шарах до чемпионатах воздушных шаров не важно что она устарела важно что точно есть двигатели внутреннего сгорания там самолет автомобиль и пароход на их по-другому никак нельзя выполнить да можно конечно сказать что там да то есть чтобы человек только не наслушался я не хочу соскальзывать вот в эти соскальзывание соскальзывается соскальзывание это не кавтология а именно можно даже это в кавычке взять термин использовать соскальзывание соскальзывание специалист должен этого бояться опасаться тут яркий наглядный пример того как специалист чем специалист отличается от не специалиста поэтому как бы то ни было правильным ответом является значит исключаем воздушный шар но не на том основании что он значит устарел на том о том основании что самолет автомобиль и пароход они имеют двигатель внутреннего сгорания . и ничего другого невозможно придумать все остальное надо уточнять у пациента и вытаскивать из него если он и дальше так будет соскальзывать как в данном случае он соскользнул то есть что она устарела то есть если быть критичным критичным точным это нарушение мышления то есть он помыслил на основании каких-то других неявных признаков предмета явные признаки предмета это самолет автомобиль и пароход обладают двигателем внутреннего сгорания . далее продолжение нашего разговора вот я думаю может быть не остановиться очень много информации сколько уже мы записали уже 20 минут идет видео давайте остановимся информацию очень много может быть у вас возникнут по по ходу моего изложения какие-то вопросы то есть еще раз повторюсь это не какое-то обобщенное видео этот именно экспромт открыл вордовский документ начал его озвучивать комментировать я более чем уверен что если я еще помыслил то я и тут дополню то о чем уже говорил ну и дальше надеюсь очень интересная статья как бы некий спор заочный получается но тем не менее дальше идет вот я читаю сейчас еще более интересные вещи но тем не менее давайте остановимся на первой части в первой части до проблемы общего тезауруса если вас устроит такая форма то я готов продолжать и предположим завтра отдохнув может быть также вечером записать следующую вторую третью четвертую пятую и так далее части этого видео очень интересный текст со многим надо сказать и не согласен но надо общаться надо диск дискутировать давайте продолжим во второй части с проблем общего тезауруса сохраняя документ и закрывая его сейчас это видео будет выложено на канал youtube всем спасибо за внимание и удачи вам